понеслась для начала поясню в чем суть дела вот открываю я свой почтовый ящик заглядывать на естественно все ничего нету я пошел почтальон приносит извещение но при этом не приносит письма он идет по назначению но письмо не несет почему-то по почтовым правилам должны принести в кратчайшие сроки и вот он почтальон приходит я специально сделал здесь вот выдержку побольше чтобы было видно как он входит и уходит заметьте квартира у меня с правой стороны вот он стоит квартира прямо напротив квартиры стоит ему подойти в дверь постучать и все письмо вручить кто там будет в доме а в доме там есть люди жена лежит после операции лежала и дочь дома была дома постоянно кто-то есть вот такая вот ситуация мне утверждают совсем обратное на почте говорят я то в москве наверное был то меня дома не было ну в общем все мои претензии по боку начальнику этому почты будем учить их как работать он долго стоит я понимаю молодой неопытный но он должен был это все разобрать у себя на работе и все и прийти раскидать тут делов-то на минуту полторы от силы а он ищет теряется еще но я думаю научится всему свое время все вот он мне письмо закинул это извещение сейчас будут уходить вот все в принципе из этого сыр бор и получается у меня я прихожу пишу там книгу жалоб и предложение жалобы пишу через сайт отправляю проблема не решается ни по какому и с видео с этим вот хотел это видео и показать а не мог показать здесь тем что кто видео этим занимается они не могли они вернее предоставили именно другой подъезд когда начал говорить и вот больше недели они мне в мозге прокомпосировали пока вот сам не добился что у меня на смартфон это все очутилась сам скачал вот теперь я прихожу открываю вот пожалуйста извещение получил сейчас зайду домой маленькая там две минуты три и пойду на почту но в тот день почта не работала пришлось идти на следующий день что было на почте вот смотрите смотрите снова всем здравствуйте иду на почту вчера получил извещение датируем один двадцатым двадцать первых не помню октября извещение письмо опять не принесли вчера пошел на почту вечером она уже закрытая было сейчас иду с утреца ну как с утреца уже ближе к обеду посмотрим что они мне на этот раз ответят жалобы никакие на них не действует хоть куда пиши бесполезно кто последний вы а вы за кем он за той здравствуйте обратите внимание обратила что посмотрите на изучение вы говорите по факту по факту я вчера получил извещение без письма извещение на почту поступило какого числа слушайте я вас уже помню прекрасно и знаю что у вас жена на почте работает и все правила и ваши камеры давайте я не буду говорить какие нам приносят извещение нам приносит извещение июльские и говорят что вчера вытащили с ящика я вчера его вытащил с ящика почему какого числа получила извещение почта ваше назовите мне число вы получили письмо нет извещение я только извещение 22 числа у вас тут написано 10 месяца октября я бы не 11 почему 24 числа не принесли мне письмо вы каждый раз ходите и с нами ругаетесь каждый раз скажу я не ругаюсь я вам задаю вопрос почему не приносят я почтальона за ухо не вожу почему не приносят письмо вместе с извещением вопрос короткий почему не приносят письмо вместе с извещением Я понятия не имею, что приносил он вам Я знаю, что мы даем, и он должен принести А что вы здесь делаете? Да увольняйтесь, раз вы не можете настроить своих людей Подождите секундочку Что значит не можем настроить людей? Я не могу провожать каждого почтальона, но я знаю, что он их носит Что он их носит С 23-го, 10-го числа он несет извещение Вы хотите сказать вам, извещение вчера? Вчера Каждый раз я смотрю, по 3-4 раза залажу в этот Потому что у меня письма эти обязательно нужны Вы можете завтра, ой, 5-го числа подойти с утра Вот когда он будет, почтальон, он сейчас в доставке Потому что наши с вами вот эти вот постоянные объяснения по этому поводу Я ему уже писала ваш конкретно адрес, товарищ Масалов Ваш конкретно адрес писала и вешала ему вот так, чтобы он носил Так разговаривайте со своим почтальоном, причем здесь я-то Что значит, причем? Вы же ко мне ходите, а я понятия не имею Так он же не носит Да я же понятия не имею, это с ваших слов Вот это с... Были ли вы дома, когда вы вытащили извещение? Конечно дома, вчера Ну так я тоже могу сказать, что я вчера была в Москве Ну действительно, ну что голословно Надо его тогда и надо разбираться уже с ним конкретно Я вас понял Я вас понял Я не могу без человека сказать Я ему страшно, он не сможет Или мне это надо ссорить? Никто ничто не носит Так, а где мои очки? Здравствуйте Я получил Вот это письмо у меня лежало в извещении вчера в ящике Я пришел за письмо Ну оно вручено еще 24-го числа Либо, значит, по планку по другому заполняли Которую мы распечатывали Так а зачем мне его принесли? Это письмо уже получено? Да, это просто старое извещение Вам положили и все как... А для какой цели они его положили? Я откуда его знаю? Это у почтальонов спрашивает Давайте мне это Вот смотрите Мне сказал Вот сейчас сказали девчонки Что я это письмо уже получил 24-го числа Почему тогда у меня это извещение Лежит в почтовом ящике повторном? Я же откуда знаю Но я у кого-то уже спрашиваю Я откуда знаю, почему у вас в ящике? Я же за вашим ящиком не слежу Ну действительно Ну сами придумай Вот я вчера пришел Здесь закрыто все Я вчера в шестом часу пришел Еще 5-6 не было Я пришел здесь все закрыто вообще было Ну вообще мы в понедельник выходные Вот там же висит расписание У вас же не было понедельник выходных Там расписание висит с августа месяца С 1 августа Все я понял Там висит расписание Вы его не видели Еще раз обратите внимание К своему почтальону Поговорите с ним Я еще раз с ним поговорю Но у меня уже висит конкретно У него ваш адрес Ваша фамилия Я не знаю Мне его за ухо к вашему ящику водить Но я же не в состоянии Но он мимо проходит Первый этаж Да я понимаю все Что вы мне рассказываете Ну так же тоже нельзя Я говорю еще сегодня раз Я просто уже не знаю Сводите его раз за ухо Сходил я на почту Понимаете какая ситуация получилась Оказывается это письмо я уже получил Еще 24 числа Но почему-то мне извещение принесли Чтобы я прогулялся сходил Ну не знаю я Как это все понимать Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...